Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, ну я думаю, что уже сегодня можно частично подводить итоги года, связанные с Китаем, его действиями, положением на международном пространстве, отношения с Россией и так далее. И вообще предлагаю несколько философски обобщить всю ту совокупность информации, которую мы получили к текущему моменту, а именно, вот совершенно верную мысль вы озвучили относительно того, что еще при нашей жизни Китай претерпел огромные метаморфозы. Если отмотать на несколько десятков лет назад, то Китай был, ну, колхозом, да. Сегодня это мировая держава с одной из самых больших экономик, и очень стремительно ситуация меняется. Будут ли сохраняться такие тенденции, такая динамика, и вообще каково положение вещей в этом смысле сегодня? Да, Анна, еще раз приветствую всех наших зрителей, слушателей, поздравляю всех с наступающими праздниками. Действительно, конец года – это всегда такое желание что-то подвести итоги, может быть, посмотреть чуть-чуть вперед. Мы с вами вот до начала передачи общались, и действительно, я предложил такой вот философский заход, потому что действительно мы привыкли жить в каком-то другой парадигме. И, ну, и в том числе была такая фраза брошена, что мы с вами и с нашими зрителями будем, ну, как минимум, в ближайшие несколько десятилетий общаться о Китае. И такого объема, вы согласитесь со мной, вы, как и я, тоже вовлечены в повестку СМИ, такого раньше объема и запроса на эту информацию не было. Ну, и самое интересное, что действительно мы привыкли, что это достаточно отсталая страна, и даже если вот наши китайские, наши друзья нас слушают, а вот, кстати, они все больше и больше и нас слушают, и мой телеграм-канал читают, и я вижу, что китайские блоги забирают меня вот куда-то, да, и в том числе, кстати говоря, и блоги, которые при, так же, как и при правительственных холдингах, да, медиа, то есть вот их это не обидит, потому что вот это слово, да, отсталый, лохо, да, то есть оно, в принципе, да, китайцы, они боролись с этой отсталостью все время. Я родился в 85-м году, я когда помню, что я сказал отцу, что я вот буду учить китайский, я пойду на востоковедение, он, конечно, вот сильно удивился, потому что, ну, может быть, там ты юристом будешь, там, или экономистом, да, он там хотел, чтобы я, там, юристом был, или экономистом, и для него вот это направление Китая, ну, он вообще не представлял в этом какого-то, ну, будущего. Перспективы. Перспективы, потому что у него, его годы, там, условно, службы в армии, да, в советской, у него прошло, что они все готовились, когда вот этот остров Даманский гремел, что вот эти голодные китайцы хотят захватить Сибирь и так далее, вот эта провокация Мао-Дзюдуна и так далее, да, афганская война, вот это вот Афганистан, да, это всегда было с подтекстом того, что даже, кстати, Афганистан, это же на самом деле противостояние не совсем с маджахедами, маджахедов самый крупный, кто снабжал наружу, мы тоже были китайцы, что они готовились к тому, что вот Советский Союз может что-то такое по этой отсталой стране нанести какой-то удар, действительно, когда Советский Союз распадался в 92-м году, Китай составлял примерно одну треть от экономики советской, вы можете себе представить, вот мы и Советский Союз, там, население 292 миллиона в 92-м году, и китайская экономика, которая вот такая вот первые ростки донсиопиновских реформ, они только вот, значит, люди думали, что вот треть от всей нашей экономики, эта страна никогда не поднимется, да, то есть она будет всё время вот где-то вот там вот на уровне Конга, так, может быть, чуть лучше будет жить, то есть никто в это не верил, все верили, ещё думали о какой-то китайской угрозе, тоже очень большая тема такая, но это всё сейчас смотрит совсем по-другому. Я вот с студентом финансового университета такую обзорную лекцию читал, конечно, у них уже совсем другое, кто родился после 2000-го года, у них совершенно другое представление о Китае, что действительно это развивающаяся страна, что у неё есть какое-то видение, скажем так, в том числе и как быть мировым лидером, заместить Соединённые Штаты и так далее, там уже и оттуда и ТикТок уже пришёл, да, оттуда, ну, вот эти мессенджеры, всё остальное, и много-много другое, цифровой юань, то есть мы уже начинаем то, что вот условно наши родители даже не могли представить, что мы что-то из Китая будем брать. Я свою лекцию заканчивал, и, конечно, я начинал с того, что ваша проблема, что вам родители не могут поделиться опытом насчёт Китая, у них опыт там совсем другой, да, ну и во многом тоже. А заканчиваю о том, что я не удивлюсь, если через 10 лет Россия начнёт копировать китайские технологии, и вы будете, так построена будет жизнь и отношение с Китаем, что нам потребуется у него просить право на трансфер этих технологий. Помните, что Соединённые Штаты были лидером, и сейчас они во многом лидеры технологические, и они пытаются ограничивать все окружающие страны доступом к этим технологиям. И Китай к этому, скорее всего, пойдёт, тоже будет ограничивать. Но я вот хочу вот это философское начало очень важным таким тезисом, скажем так, резюмировать. Вот Китай, который был при Дэн Сяопине, у него было ВВП где-то 200 миллиардов долларов, там разные есть оценки, но это была, действительно, это была очень нищая страна. Сейчас это порядка 16 триллионов долларов, то есть это рост во сколько раз? В 80, да, то есть за одну жизнь поколения, то есть 80, 80-й год и 22-й год, да? То есть почему так Китай вырос? И как можно вот из такой вот бедной страны, вот Конго, тоже большая страна, там тоже большая территория, там, ну не китайская, но почему-то за 20 лет в Африке Конго не выросла, да? Да вот в чём залог успеха? 30 лет – это фантастика. Вот, я думаю, что вам это понравится, и это зрителям нашим понравится, и это правда, потому что, действительно, это объективная реальность. Китайцы всегда мыслили себя как мировая империя, даже само название. Джунго – это срединное государство. Даже если Китай в распаде, даже если он в тяжелейшей ситуации, и Россия вот это, кстати, переживает тоже, да, значит, всегда была мысль, когда-то мы обязательно соберёмся, значит, используем силы вокруг нас в нашу пользу, а ведь это мы понимаем, что Китай – это и опиумные войны, это и колониальная политика Запада, геноцид японский и так далее. Все эти силы мы воспользуемся, потому что мы китайцы, и мы всё равно придёт наше время. То есть изначально, когда даже Мао Цзюду, а при Мао Цзюду не ещё меньше было ВВП, ещё больше зависимость была, да, почему вот, несмотря на всю его специфику, этого Мао Цзюду, там можно очень долго это обсуждать, это далеко не позитивный лидер в отношении Советского Союза в том числе, но вот почему именно на нём вот судьба сошлась китайская, да, вот именно он стал лидером, потому что вот в момент самого низкого упадения Китая, упадка и морального в том числе, это же не бывает просто экономического упадка, он сопровождает всегда мораль, всегда было понимание, что Китай когда-то восстановится, и Китай велик сам по себе его идея, то есть вот с этой идеей тогда, в 40-х годах, в 50-х годах, тогда уже строились китайские отношения с другими государствами, и планы, и всегда любой план китайского государства, он подразумевает в скобках, и об этом никогда не говорят, но он в скобках всегда подразумевает, когда мы станем великими, нам нужно планировать на такое время, когда мы двигаемся не к цели, например, стать больше Японии или Англии, это короткая цель, это как для России сегодня, да, получить окончательный суверенитет, вернуть свои земли русскоговорящих и так далее, ну а дальше что? Вот у Китая всегда было, а дальше что? У них всегда был второй и третий шаг, то есть вот это вот залог планирования и понимания элиты подспудно, мы китайцы, мы не западная, не восточная цивилизация, условно, да, вот что восток тоже есть понятие в Китае, да, они понимают, что восток это лучшая страна, но мы китайцы, мы в середине, и вот России надо заимствовать это же понимание, мы русские, ни восток, ни запад, у нас своя цивилизация, свой остров из русскоговорящих, который включает и южно-русский этнос, который по ошибке назвали украинцами, и западный русский этнос, белорусы, и поляки, и сербы и так далее, это всё один большой этнос, его надо формировать, как вот некую общую славянскую идею, может быть, даже славянским языком, такие идеи были в середине 50-х годов, то есть вот на эту перспективу надо смотреть, мы быть большими в перспективе, потому что если вы маленькие цели закладываете, да, там пятилетние или там трёхлетние и так далее, всё время вас будут обставлять те, кто закладывает цели столетние, и вот даже сейчас там, да, у Си Цзиньпина постоянно и в партийных речах, цель двух столетий, да, значит, первая цель столетия, это столетие компартий 2021 год, 2021, да, вторая цель, это, значит, цель создания КНР, второе столетие, это создание КНР 49, 1049, 2049, это всё об этом артикулировал артикулировал Дон Сяопин, то есть тогда, когда, представьте, вот Китай с ВВП 200 миллиардов долларов, я не знаю, что это, ВВП там, ну, от нынешней там пол Турции, условно, да, и тогда вот эта вот нищая, затравленная, замученная страна, которая была, претерпела культурную революцию, всё равно, она тогда ставила столетние цели, вот России бы хорошо бы сейчас задать столетние цели, вот именно вот этот китайский опыт, не другие там, условно, какие-то, может быть, специфичные практики для Китая использовать, а именно вот это вот планируют, потому что если бы его не было, тогда бы у китайской элиты бы не было вот этого понимания и сплочённости, они же тоже там, кто-то смотрит на Запад, да, может быть, наориентируется на Соединённый Штат, но всё равно даже вот эта прозападная часть китайской элиты, она всё равно очень национально ориентирована, просто они делают тезис так, что мы вместе с США, скажем так, будем развиваться и постепенно их заменим. Почему Си Цзиньпин, он представит контр-элиту, то есть он сразу же поставил вопрос, что США вам не даст заменить себя, да, то есть и вот всё равно эти две части, они всё равно национально ориентированы. Очень интересную и своевременную мысль вы сейчас обозначили, Николай, когда речь идёт о масштабных проектах и о масштабах мысли прежде всего. Китай, который мыслит себя как срединное государство, именно это позволяет им даже в моменты упадка думать об очень отдалённой перспективе, потому что когда вы рассказываете о том, что Китай планирует на 100, на 200 лет вперёд, нам это кажется, ну, чем-то, если не фантастическим, то мало, я не знаю, нет, даже не маловероятно, что-то рядом с шизофренией будем называть вещи своими именами. Ну, мечты, да, это красиво, это мечты. Вот русскому человеку как-то непривычно слышать, хотя я тут же задаю себе вопрос следующий, это русскому человеку или истеблишменту, к которому мы привыкли, который живёт малыми временными отрезками и в большой степени ориентирован был не на внутреннее развитие, а на Запад и на западную парадигму. Это вот наша болезнь, которую мы сейчас пытаемся преодолеть. И здесь, конечно же, вдвойне нам надо смотреть на то, что делает Китай. И когда вы сейчас размышляли о государстве в целом, я проводила параллели и с личностной траекторией. Это ведь очень важно и в масштабах личности каждого отдельно взятого человека. Да, Анна, вот очень много разных тезисов, я сейчас их попытаюсь вот красиво соединить, ну, как бы более такую систему придать. Во-первых, китайцы на 100 лет, подчёркиваю, думаю, что китайские династии, они живут обычно 200-300 лет. То есть, тут ещё есть и другая опасность китайского цикла. То есть, 100 лет у них, есть у них понятие создания государства, его открытие, значит, потом строительство, потом его рассвет, потом, конечно, в китайской истории происходит логичное завершение, что постепенно всё-таки система начинает затухать. То есть, 200-300 лет – это обычный срок жизни такой устойчивой китайской династии, это касается абсолютно разных, и Тан, и Цин – последняя династия и так далее, Хань. Ну, бывает перерождение, то есть, какая-то форма династии меняется, но всё равно парадигма остается. Китай всё равно остаётся единым. Чунгуо, да, это Китай. Вот, это первый момент. Второй момент – это то, что действительно здесь ещё важный момент, кроме того, что тоже китайская такая достаточно подходы, да, действительно, они думают далеко, но не надо только думать, то есть, они создают и практики движения, и каждый раз планирование, оно должно сопровождаться методичным исполнением, да. Есть такая притча, вот много китайведов, почти все её знают, да, это Юкун Йишан, это, значит, глупый, значит, мужик деревенский сдвигает горы, да. Это такой вот фразеологизм, значит, что терпение и труд всё перетрут, обычно вот так вот на русский язык переводят, она гораздо более глубокая истина, и, наверное, не все этого, в том числе и китайведы, знают это, это очень важно, понимать, что ещё за этим следует. Эта притча такая, что был, значит, некий деревенский товарищ один, у него была семья, и он всё время, как Китай страна горная в целом, большая часть, конечно, всё-таки горная, не только равнина, значит, он всё время обгибал гору, ему было очень далеко ходить в соседнюю деревню, видимо, он там то ли торговал чем-то, то ли что-то делал ещё, ну, типичная история для китайцев, и он решил, что я буду взять её и буду срывать эту гору, каждый день буду ходить и вот рыть её, рыть, ну, и поэтому он получил, значит, прозвище деревенский дурак, который, значит, пытается срыть гору. Ему, значит, ну, его спросили, значит, что ты собираешься делать, ты целую жизнь будешь эту гору срывать и не сможешь её уменьшить. Он говорит, я буду начну её рыть, потом мои дети будут рыть, потом мои внуки, и потом мы её в итоге сделаем равниной, и путь будет прямой до соседней деревни. Все знают только вот эту часть, да? Значит, а есть продолжение. Я буду гору уменьшать, а гора больше становиться не будет. То есть, здесь как бы маленькое, но активное начало, методичное, оно всегда сильнее, чем пассивное, пусть и в тысячу раз больше, значит, проблемы. Ну, это можно к любому вопросу отнестись. Вот заселью разного, там, словно, там, либерализма в России, там, или, например, мировая империя, да, англосаксонская. Да, это большая гора, но она больше не становится. Да, то есть, вот эта вот методичная задача, которая поставлена, да, вот это вот тоже китайское, вот не только планирование, но и методичное исполнение. Что касается западных, значит, ну, засилия у нас, ну, во-первых, я вижу вот в том числе и как востоковед такую попытку постоянно, причём интеллигенция этим занимается, у нас это слово уже практически становится ругательным. Скоро станет интеллигенция, точное определение, это интеллектуальная элита страны, которая получает финансирование из Запада, да, то есть, это уже скоро будет просто вот точное определение. Постоянное принижение мощи и российской цивилизации. Ну, при всём уважении к нашим соседям, я не могу назвать вот соседей России, которые сейчас существуют, чтобы у них хоть один был Нобелевский лауреат, или у них, может быть, ну, не имеется в виду ни премии мира, конечно, а какой-то вот научный, или писатель такого уровня, как Достоевский, Чехов, или композитор уровня Чайковского. Никогда соседнее государство не может этим похвастаться, в том числе, ну, может быть, я даже вот польский назову, вот какой-то композитор, наверное, мы не вспомним никакого польского композитора. Или какого-нибудь вот великого польского писателя, не могу вспомнить, да. Это не из-за неуважения к Польше, а к тому, что, ну, во-первых, большая страна рождает много талантов, и Польша меньше просто по размеру, чем Россия, это логично, и нас много. Если мы смотрим реально демографию вот в Европе, то получается, что просто даже без украинцев, белорусов и всех остальных, русские – это самый большой народ Европы. 120 примерно миллионов, ну, условно там, нас 85 процентов, населения, да, вот в России, там, уберём там татар, кавказцев и так далее, никак не хочу никого там ни принизить, ни задеть, но всё равно 100 миллионов человек – вот это в Европе доминирующая этническая общность. И это, кстати говоря, горожане, образованные и так далее. А если мы примем логичный тезис, что украинцы – это южно-русские, потому что я не вижу сильной разницы как филолог между двумя языками меньше, чем диалекты между китайскими, диалектами разница. Белорусы и так далее, получается, что у нас 200-миллионная общность в Европе, когда немцев, там, порядка 60 миллионов, англичан – порядка 50, без пакистанцев, там, французов и того меньше, итальянцы вообще на этой карте не видны. То есть, вот это вот, представьте себе, в Европе есть Европа, есть европейская, индоевропейская цивилизация, и вот не русские, это 200 миллионов человек. Это страшная сила для Европы. Как только русские соединяются, вся Европа, вся остальная жизнь заканчивается, а начинается русская парадигма. Поэтому мы были в Берлине несколько раз, мы были в Париже и так далее. И в Альпу мы пересекали. Это никто из вот этих всех государств, никакая речь посполитая, при всём её величием каком-то былом, она не могла этим похвастаться. То есть, это вот народ высокой организации, народ больших, многих гениев, и народ гегемон в Европе, которые постоянно хотят, вот разделяя власть, давай поделим на украинцев, там, придумаем какую-нибудь нижегородскую общность, там, каких-нибудь русских мусульман. Вот это постоянное обурление, нас разделить хотят. Ну, вот это действительно гигантская общность. И, как филолог, я вам скажу важную вещь, это мало кто знает. Вот есть протоевропейский язык. Все народы, они когда-то были соединены. Ближе всего к нему санскрит, то есть, это вот древний индийский язык. Русский и литовские языки, литовский ближе, чем русский. Русский – это второй после литовского, самый близкий к санскриту язык по корням. Ни английский, ни итальянский, ни немецкий никак не так не близки к протоязыку. То есть, мы и есть Запад, а вот эти вот бастарды, которые уплыли на Туманный Альбион, куда-то дальше уплыли в Германию, в Италию, Венеды, кстати, Венеция, это славянские племена. Это всё отростки от протоиндоевропейского языка. Я бы сказал, что мы не Запад, мы всё-таки Север и источник цивилизации. Я вспоминаю труд Светланы Жарниковой, замечательного учёного, Царствие Ей Небесное, которая вообще утверждала, что на самом деле источник, если посмотреть русский и санскрит… Да, всё правильно. Я к чему клоню, что не нам надо у Запада учиться, Западу надо у нас учиться. Но перед тем, как они на нас начнут учиться, нам надо осознать себя как эту общность. И я завершу. Почему здесь Китай? Потому что на пространстве Евразии вообще по большому счёту с таким условным потенциалом геополитическим и культурным, и цивилизационным. Вообще есть только китайцы и русские. Да, китайцев, у них там северная, южная норма, там много можно чего говорить. Но китайцы смогли… Вот в чём китайцы, в чём их цивилизационная особенность? Они смогли объединить все народы, которые говорят на китайском языке, условно, близком, сино-тибетский, вот эта группа, кроме Мьянмы. А мы все разделены. Но Россия, русская общность, она самая большая, может быть, после хинду, севера вот этой индийской общности, которая говорит на примерно одинаковом языке. Да, то есть это потенциал колоссальный, потенциал заменить английский язык в том числе. 700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. Сотни полных биографий действующих китайских политиков, в которых структура действующей власти переплетается с их принадлежностью к политическим группировкам. Решающая битва за власть Китая. Сможет ли Си Цзиньпин сломить американскую оппозицию в стране и бросить вызов США в битве за мировое лидерство? Как выстраивается союз России и Китая? Почему Си Цзиньпин развернул страну от США к России? Каково место Москвы в стратегии достижения глобального лидерства Пекина? Сложится ли большая двойка, как новый центр многополярного мира? Все это в книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. Мы с вами на очень важную тему вышли через Китай. Собственно, мы и закольцуем эту тему в финале нашей программы. Но почему важно говорить об источниках цивилизации и о самоопределении того или иного народа по примеру Китая? Потому что мы здесь видим, как возможно при, казалось бы, невероятно меньших ресурсах по сравнению с противником, довести уровень своей мощи до абсолютно мирового. И мне кажется, это тот пример, которому мы, как вы совершенно верно заметили, должны последовать, учитывая тот потенциал, который имеет и русская цивилизация. Да. Мы также в перерыве с вами говорили о том, что попытка постоянно, скажем так, сделать из России субъекта мировых цивилизаций некого объекта, то есть частью какой-то цивилизации. Без сомнения, мы являемся частью. Просто правильный тезис какой? Мы главная, формирующая часть западной цивилизации. А вот эта европейская часть – это аномальный, я бы сказал, какой-то тупиковый вид развития европейской цивилизации или западной. Мы и есть главная часть западной цивилизации. Самая разумная, самая взвешенная, традиционная, корнями не только уходящая в православие, но и более древние практики, условно, об этом можно очень долго говорить. То есть именно это главное. То есть Запад, нам нужно очиститься и научить Запад. Вот это главный тезис, которым мы должны идти. Конечно, многие постоянно, мы уже об этом говорили, нивелировать достижения России, хотя просто на карту посмотрите, только две империи, над ними не заходило солнце, это британское и, можно сказать, российское с алясской. Это трудно переоценить развитие России. И при этом мы гармонично. Ни один народ у нас не подвергся геноциду. Все посмотрели статистику роста всех народов России. То есть это очень гармоничная цивилизация, на правильных началах построенная. То есть надо всё время искать какие-то свои истоки, более глубокие, и всё время думать о том, что Запад немножко всё-таки не тем путём пошёл. И вот видно, что он терпит крах. И, возможно, это будет очень некрасивый крах. И в перерыве мы тоже говорили о том, что он к России не будет к этому краху иметь отношение. Мы, скорее всего, подхватим. Нам нужно к тому, чтобы в конце столетия мы бы подхватили все вот эти европейские общности, и они бы, скажем так, на них бы транслировали правильную повестку, в том числе и личностную. Не хочу использовать слово религиозную, мировоззренческую, вот эту повестку и так далее. Но вы говорили о том, что вот эта попытка низвести Россию до какого-то аппендикса западной цивилизации, это варваров, здесь надо сделать на Западе, она имеет не только десятилетия истории, а и столетия нормандской истории и так далее. Нормандская теория, да. Нормандская теория, да. Нормандская теория, что вот русские произошли там от викингов и так далее и тому подобное. Значит, вопрос, почему это появляется. И здесь очень важная вещь, мы когда говорим о стратегии национальной безопасности, о суверенитете, да, вот из чего корни суверенитета, ну, если скажут, наличие ядерного оружия, ну, это очевидно, да, если у вас есть ядерное оружие, скорее всего, вы будете суверенным государством, вам не смогут, значит, ничего, вас заставить, что Иран идёт по этому пути, есть такая ядерная таблетка у Северной Кореи, почему она до сих пор существует, в том числе, да, то есть, но это на поверхности лежит. А может быть, рассуждения о культуре или интеллигенции или о науке, они кажутся каким, ну, подумаешь там что-то там, бухтят профессора у себя в кабинетах, да, там, ну, может кому-то так показаться, да. А ведь откуда это понимание самих себя идёт? Именно оттуда, сверху, там экспертное сообщество говорит вам, нормандская теория верна, я кандидат наук, я доктор наук и так далее. А если мы будем дальше копать, мы поймём, что, например, Великобритания или Франция, они, когда были митрополиями, они постоянно транслировали свои паттерны и свою теорию на другие государства. То есть, задача перед любой митрополией – лишить самоосознания, как некого центра цивилизации, все подчинённые территории. По поводу попыток западных оппонентов навязать всем свою картину мира. Почему? Потому что они были заинтересованы и до сих пор сегодня заинтересованы в развитии колониальной или неоколониальной модели, именно на этой модели зиждется их успех. Да, вы знаете, даже, наверное, правильный термин – криптоколониальная система. Почему? Потому что самое то, самое серьёзное рабство, которого вы не осознаёте. То есть, вы не понимаете, что вы находитесь в этом заданной чужой системе, и это самый более эффективный способ контроля и управления. И оно начинается не с контроля над ядерным оружием, над армией или условно исполнительной властью и так далее. Её истоки любого колониального контроля находятся, в моём глубоком убеждении, я это вижу воочию в России, в контроле над наукой, интеллигенцией и так далее. То есть, если говорить языком индийских каст, есть каст абраминов, священнослужителей, людей, знания, которые общаются непосредственно, получают истину некую, она всегда стоит выше над кшатрием, теми, кто осуществляет исполнительную власть, как бы силовую, гражданскую. Потом стоят купцы, вайши, и там дальше уже обычные простые люди, это шутеры, которые работают руками. То есть, всегда в вершине вот этой индийской системы власти, на вершине всегда люди, определяющие концепцию. И если у вас концепция марксизм извне, условно, ещё что-то, то вы… А китайцы чем занимаются? Они всё время занимаются китаизацией марксизма. О чём это речь? Они поняли, вы к нам пришли, кто к нам с марксизмом придёт, этот марксизм и погибнет. То есть, они постоянно, это очень древние средства, они постоянно понимают, что всё, что извне, явно не может содержать что-то хорошего для тебя, поэтому это надо хорошо переработать и, как сказать, и уже перепродать туда-обратно, да, значит, уже с прибылью. То есть, и постоянно Запад чем занимается, мы на это вообще не обращаем внимания. Я, к сожалению, вижу, что и для многих у нас власть, ну, мы считаем, что вот есть власть, там есть наш суверенно-ориентированный президент, а все остальные там подстраиваются. Но даже президент, даже Совет Безопасности и иные структуры управления, они не могут черпать концепции сами из себя. То есть, они всё равно идут к экспертному сообществу, там, неважно, это РСМД, не РСМД. И раньше, и в большинстве, подавляющем своём большинстве, они ходили к прозападному сообществу. И Запад всё время говорил, да у вас никакого… Ну, русские какие, ну, побойтесь Бога. Ну, отсталый народ, да? Какой мы отсталый народ? От Владивостока до Калининграда, были в Париже, в Альпах и в Берлине дважды, дали космос, наше слово, космонавт, греческое, но оно наше стало, да? Вы шутите, кто отсталый? Мы не отсталые, мы, наоборот, передовая, самый передовой и самый, скажем так, гармоничный народ Запада, вот в широком смысле, да, или ариев, брать термин и так далее. Но это навязывается, то есть колониальный контроль навязывается с контроля над интеллигенцией. И, по моему глубокому убеждению, любые колонии, метрополия, неважно, где её столица находится, Париж, Лондон или Вашингтон, значит, всегда стремится маргинализировать науку, сделать её филиалом своей науки, в лучшем случае вытащить лучших кадров туда, либо привести в науку и в интеллигенцию откровенных шутов, так, чтобы вот это вот, эти люди не могли формулировать никаких смыслов, а иногда, не побоюсь этого слова, занимаются прямым и откровенным уничтожением интеллигенции, которая находится национально ориентированно. Голову поднял, какую-нибудь вещь сказал о том, что русский народ великий, всё, срезаем эту голову, да, или там условно, ну, уже говорить про 91-й, 17-й год я не буду, очевидные примеры, уничтожить интеллигенции, физически, порезать её просто, да, потому что без головы, без концептуальной власти ничего не получится никак управлять. И вот первая задача, Россия выполнила первую задачу, у нас свои суверенные вооружённые силы, у нас есть ядерное оружие под своим контролем, мы вышли частично из финансовой опеки Запада, но главной задачей мы не выполнили, и если мы её не выполним, то мы останемся в вечной колонии, никогда не возродимся, как этот великий этнос 200 миллионов. Это задача создания собственной интеллигенции, которая бы ориентировалась на лучшие образцы и Российской империи, и, значит, Советского Союза, опять подчёркиваю, национально ориентированной, да, а не на вот эту вот жвачку из Вашингтона, тем более из Вашингтона, ну, что такое с точки зрения западной цивилизации Соединённые Штаты? Это переехавшие бандиты, значит, это, вот как вы говорите, ковбои, колхозники на наше дело, да, и там создали на каких-то равнинах африканского континента, перерезали индейцев абсолютно, значит, бизонов и индейцев, и создали там какой-то вот отросток Запада, тем более не у Вашингтона нам учиться, да, то есть вот здесь вот это очень важное начало, и хорошо, что убирают, убрали центр Карнеги, запретили его, да, они не только вот эти, ну, то есть они делали хуже, чем шпионаж, то есть они вторгались в концептуальное формирование нашей осознанности, как народа, поэтому мы до сих пор рассуждаем, а украинцы это народ или нет? Слово украинцы понятны мне и вам, если вы приезжаете на Украину, вы через неделю наслушаетесь вот этого их, этого сельского говора, да, и вы, потому что Киев это столица мать городов русских, русских, да, в Киеве лучше люди говорят и понимают русский язык, чем я, я честно скажу, чем в Москве, потому что я с киевлянами общался, и в Петербурге, просто им кто-то внушил идею, что они суперрусские, над русскими, да, а юберменши, ну, фашистская история, да, мы, это, на самом деле, это даже не этническая фашизм, это социальный фашизм, то есть вот есть русские, скот, быдло, донецкие живут, их надо эксплуатировать, а мы, значит, юберменши, над люди, а это унтерменши, да, то есть здесь нету даже этнического различия никакого. Их задача, вот это возвращение южно-русского этноса влона русского этноса, оно, я не хочу Малороссия, вот это вот бомба замедленного действия, не надо никого нивелировать, да, уменьшать, уменьшать. Южно-русский этнос, хорошее название, значит, возвращение влона нашего общего дома, оно, конечно, должно быть с двух сторон, потому что нельзя сейчас маргинализировать украинцев, да, то есть они тоже, вот я почему все время в голове у меня китайские вот эти диалекты, китайское соединение Китая. А вот приведите, пожалуйста, примеры диалектов китайских. Гражданская война, когда в Китае, вот, да, сейчас приведу, гражданская война в Китае, когда шла, когда уже поняли, что сила на стороне китайских коммунистов, и они объединяют Китай, многие гомендановские генералы просто переходили на сторону, и никогда не было маргинализации, что вот вы какие-то неправильные китайцы, мы вас будем до конца уничтожать, это неправильно. Примеры китайских диалектов, ну, значит, по-китайски джидао, это знаю, ну, типа, разумив, значит, или уразумел по-русски, старая форма, что вы не чувствуете никакой разницы между корнями. Значит, там по-кантонски это дзидо, да, то есть это уже другое совершенно слово, а по-фузиански, где там самые такой нормы отличающиеся диалекты, это дзая, да. То есть это разные абсолютно слова. Но это китайцы, они никто не… Учат единые нормы китайского языка, очень важный момент. Китай был тоже очень разобщен, когда появился вот язык Путунхуа, который на Тайване называется Гою, государственный язык, или общераспространённый язык. Северные китайцы тоже для объединения страны, это очень важный для нас момент, они пошли на определённое, скажем так, отклонение от своей нормы. То есть, например, какие-то слова, глаголы базового языка литературного были-то всё-таки заимствованы из южных форм, да. И как и в России, кстати говоря, вот если вы начнёте следить, откуда сленг в России появляется, от словечки разные, вы всегда увидите их происхождение. Это Украина, это Ростов, это южно-русские вот места, где вот варится русский язык, и оттуда появляется потом в север-русском варианте, в Москве, в Петербурге какой-то сленг. И также в Китае тоже. Южно-китайские диалекты, они как раз вот генерируют новые словечки разные, там, молодёжные и так далее. То есть это центр формирования языка. Но северные китайцы, несмотря на свою огромную силу, они присоединили де-факто южных китайцев. Они всё равно в состав общего языка инкорпорировали какие-то диалектные слова, они стали нормой. То есть мы не можем без уважения южно-русского этноса вернуть их в наш состав, без уважения белорусов в, скажем так, объединить. То есть эта вот идея, она должна всё-таки вот эта история, что они тоже пошли на какие-то отступления от своих норм северно-китайского диалекта. Например, по-китайски в Пекине, если положи слово «класть», это «г», то есть в Путунхуа кто учит это слово «фан», это и южно-китайское слово «фон», это диалект. То есть на северном русском это вообще отпускать, я не хочу задавать эти детали, но они внесли в самые базовые слова изменения. Сейчас в школе это учат. То есть если мы хотим какой-то единый славянский язык, нам неизбежно потребуются вот какие-то поступки, чтобы поступиться в том числе частично, в том числе где-то своим частично языком. То есть это тоже идея объединения. То есть мы вот далеко на чистой идее, что вот какие-то вот мы сейчас закроемся везде, только русские, надо идея формирования вот этого общего народа с западно-русскими и южно-русскими народами. Потом может быть и до Польши дойти и так далее. То есть это тоже очень сложная задача, потому что польский язык там специфика есть тоже какая-то своя, и югославы, да, там сербский язык, да, но я сейчас по-сербски сказал, вы же все поняли, да, я вообще не вижу здесь разницы. То есть вот по этому пути объединения и при этом каждая провинция, она дает в парламент общего государства в СНП своих делегатов, то есть если политическое объединение, то есть диктата никакого особенно нету. Есть общая идея, но чтобы эту идею начать развивать, нам нужно четко сказать себе, в первую очередь, и всему миру. У нас русская цивилизация с писателями, с учеными, с поэтами, у нас есть нобелевские лауреаты, Мечников, да, Павлов, вы поправьте, если я ошибаюсь, но они были еще в Российской империи. То есть это уже тогда наша наука что-то давала всему миру. А китайцев такого нельзя сказать, чтобы их наука чего-то там дала, хотя они достаточно долго. То есть у нас реально полноценная цивилизация, об этом надо постоянно говорить и сравнивать. Вот вы говорите, что русские там и грузины условно, или поляки, я их опять же, еще раз хочу, никого не хочу преуменьшить, да. Но это объективный факт, их когда нельзя ставить на одну планку поляков условно и русских, потому что здесь на две головы больше. Ни о каких космонавтах первых польских, ни о каких там великих писателях речи вообще не идет. Хотя без сомнения, там внутри есть какая-то литература, что они-то там что-то пишут и так далее. И вот эта вот часть интеллигенции, которая, значит, повернулась на Запад, ну я, скажем так, назову такое слово неприятно, ряженное, да. То есть это изначально выпистыванные сознательно Западом люди, которые не представляют ничего лучшего. То есть изначально, вот как, значит, Запад ищет, он ищет среди предателей, да, таких вот людей. Он их потом поднимает, он им зовет их куда-то на западные свои конференции и так далее и тому подобное. Хотя в самой России это очевидно, ну как бы, мягко говоря, не самые лучшие люди. Мягко говоря, не самые лучшие люди, да. Но они почему-то поднимаются наверх. Я это регулярно вижу там. Ну вот вы говорите, эстрады, это смешно, но эстрады это люди, которые говорят с миллионами. Вы можете представить, что там, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, британский или американский Алла Пугачёва сейчас возьмёт и выйдет в Россию и скажет, вот преступный режим Байдена, условно, вы, значит, ещё что-нибудь там. Или там про ирландцев вспомнить, сколько их вырезали. И, кстати, ирландцы – это самое большое количество рабов, которые Великобритания перевезла в Соединённые Штаты. То есть, это нация рабов, то есть, они сделали нацию рабов, да, ещё о чем они постоянно борются, этого невозможно. А у нас это возможно. Почему? А потому что Алла Борисовна, её первая, её карьера началась в Швеции, её там подняли до Евровидения, понимаете, это система. Мы постоянно думаем, мы всё время, скажем так, мы недооцениваем системность подхода Запада в формировании наших концепций, а это похлеще ядерного оружия вещь, и этим на Западе очень серьёзно занимается. И мы с вами вот то, что сейчас это обсуждаем, мы в зоне риска находимся, потому что если начнутся появляться национальное ядро, метрополия поставит задачу уничтожить это национальное ядро, чтобы никто, не дай бог, значит, тут голову не поднимал. И в Китае то же самое. То же самое, как только появляется, значит, Си Цзиньпин, люди вокруг него, они говорят, не надо нам ваших западных ценностей, какие поп-культуры, значит, крашеных с волосами, крашенными волосами мужчин на телевидении, в блогах и так далее. Сразу же все копии, на них сыпятся все камни, вы неправильно себя ведёте, ну и вот это, вы знаете, маргинализация постоянно, эстрады, науки, учёных, да, вот с этим надо бороться, то есть да, ядерное оружие получили, да, границу укрепили, да, армию укрепили, займитесь национализацией интеллигенции, займитесь, вырастите или дайте расти своим браминам, своим людям, которые знания транслируют в интересах своего народа, а не в интересах вот этих нормандской теории, ещё чего-то и так далее. Своих ломоносовых, хотя там тоже вся неоднозначная история, он там в Германии где-то был и так далее, но в любом случае, пусть это будут люди, которые будут говорить за свой народ, а не вот эти, и вообще просто вот это должно быть чётко, если вы получаете какое-то финансирование с Запада, да, вот этого, почему иноагенты сразу они там взбеленились, если человек получает сфинансирование с Запада, он в априори не может работать и говорить нам, что нужно делать, то есть любой учёный, он должен финансироваться либо общественной организацией российской, либо государственной властью. Николай, у нас с вами сегодня очень интересная получилась беседа, мы решили подвести итоги года, связанные с событиями, разворачивающимися вокруг Китая, но на самом деле получилось шире и глубже. Почему? Потому что Китай уникальная цивилизация, которой удается самых сохраняться на протяжении тысячелетий, и даже ещё раз сделаем на этом акцент в моменты полного упадка, сознавать себя именно как срединное государство, что впоследствии позволяет им достигать очень серьёзных результатов. Мы с вами сегодня в течение программы ещё раз установили и вспомнили на самом деле те важные мысли относительно того, что русская цивилизация является во многом источником цивилизации в принципе и должны переформатировать своё собственное сознание с тем, чтобы более уверенными темпами идти вперёд. И здесь, конечно, интересно ещё раз сделать акцент на том, каким образом Китаю за 30 лет удалось таких вершин достичь, что мы можем лучшего взять из этих практик, чтобы так же потрудиться уже на своё благо. Вы знаете, вот это очень интересно, за 30 лет достичь. Ведь Китай пошёл в каком-то смысле на союз с Западом. Но, пойдя на союз с Западом, Китай всегда держал, как поприличнее так сказать, камень за пазухой какой-то определённый. Почему? Потому что вот так, как уничтожали китайцев, всё-таки, наверное, сопоставимо русских в 20 веке уничтожали, потому что если ты большой, ты обязан быть великим, иначе тебя просто уничтожишь. Никто не будет терпеть такого гиганта рядом с собой. Это Китай и русских тоже одновременно касаются. Очень похоже. И понимают эти связи. Но китайцев хотели реально уничтожить. То есть, был геноцид японской во время войны, когда нанкинская резня, вот буквально несколько дней Китай вспоминал эту трагедию. Интеллигенцию просто 300 тысяч человек в течение двух недель мечами японские самураи резали на скорость. Это было просто реально бойня. То есть, не знаю, с чем это сопоставимо, но вот на Востоке вот так бывает. И китайцы всё равно, зная это, скажем так, пошли на самоунищажение определённое, пошли на какой-то определённый союз с Западом, понимая, что они его превзойдут. У нас, к сожалению, пошли на союз с Западом в полном ощущении, что, ну, в этом есть своя специфика, потому что всё-таки мы больше, у нас похожего с Западом антропологически, нежели чем у китайцев и так далее. Но у нас пошли с Западом без ощущения того, что мы когда-то должны его превзойти. То есть, вот эта вот история, она была в значительной степени утрачена. Коротко, если подводить итоги года, вот 22-й год – это год суверенитета России и год суверенитета Китая. Вот это, наверное, может быть так это характеризовать. Почему? 20-й съезд полностью приходит к власти команда Си Цзиньпина. Уже теперь Си Цзиньпин – это не первый среди равных, не, значит, хорошо согласились часть американских элит в Китае, что, ну ладно, пусть будет от армии, значит, свой генеральниц Китая, мы всё равно всю экономику будем в руках держать. Он умудрился за 10 лет, значит, извернуться так, чтобы всех обыграть, а это мы ещё недооценили личность Си Цзиньпина, у него были очень хитрые ходы все вот эти 10 лет, значит, так, чтобы их обыграть и привести всё-таки к власти свою команду. И вот этот год, с 22-го года начнётся китайский реальный суверенитет, дальше будет возвращение Тайвана и так далее и тому подобное. Значит, и в России тоже год суверенитета, потому что, значит, бросить вызов Западу и западной элите, не только внешней Украине, но и внутренней Украине, она гораздо опаснее, чем внешняя, значит, вот это украинство, да, что есть какая-то там элита, которая в России, которая, значит, на Запад повёрнута, а все остальные дураки, мы с ними сейчас будем что хотим делать и все думать, как будем закончить жизнь в Лондоне или там где-то ещё. Значит, и вот в России тоже 22-й год начался, действительно, год начала нашего суверенитета, нашей независимости настоящей. Ну, а ещё раз по поводу вот суверенизации элит. Конечно, в Китае проблематичнее делать элиты несуверенными, прозападными, есть разница в языке, то есть, вот как ни крути, всё равно всё упирается, что говорят по-китайски, пишут иероглифами и так далее. У нас гораздо быстрее учат английский язык, поэтому у нас здесь вот этот вот более, фильтр более слабый, нежели с китайцами, да. Вот, поэтому здесь для нас это более острая задача, но, опять же, элиты, я ещё раз подчёркиваю, мы неправильно делаем акценты. Их суверенизация, она начинается не с органов исполнительной власти, она начинается не с экономической прослойки, это все люди, которые слушают то, что им говорят концептуально сверху, она начинается с, я бы так в широком смысле бы, людей знания. Это касается одновременно религиозных деятелей, это касается одновременно и научных деятелей, и деятелей искусства, потому что они говорят, как жить народу, да, они рассказывают, как, куда мы идём, кем мы являемся, часть Запада, не часть Запада, согласитесь, да, часть Запада, но мы главная часть, это совершенно другое ниже, чем мы в Китае, вот, и вот это с этого надо, не то чтобы поспешно, это надо реализовывать, больше писателям уделять внимание, ну, Захар Прилепин прекрасный писатель, замечательный человек, как и Шолохов, как в своё время, но одного писателя Прилепина мало, надо много Прилепинах, нужно много своих учёных, и надо начать с того, чтобы выращивать свою, значит, интеллектуальную элиту и просто закрыть вот этот вопрос полностью с связями экономическими, я не говорю про, значит, обмену научную, а экономические связи учёных полностью закрыть с Западом до конца, да, пусть ездят на конференции, пусть приезжают сюда на конференции, пусть обмениваются опытом, но никто ни копейки не должен получать из интеллигенции с Запада, потому что мы теряем свою голову, свои глаза, своё осознание в того, что происходит. В Китае проблемы ещё хуже, там огромная масса пятой колонны, которые на Западе их там с потрохами купили, деятели искусства и так далее, все там мечтают куда-то уехать в Соединённые Штаты, если Цзиньпин с этим столкнётся, он будет с этим работать. Но во многом мы обмениваемся опытом и Китая, и Россия, поэтому я думаю, что как-то это будет преодолено. Но у нас всё-таки задачи более специфичные. Вот в Китае только Тайвань, и словно не под контролем китайцев, ну хотя там есть юго-восточная Азия, где очень много диаспор, а у нас вызвали вот эти вот целые государственные образования, которые называют себя, ну как бы, по сути, являются русскими национальными образованиями, но они называют себя нерусскими. Всё это проблема Украины, проблема вот ближайших 10-20 лет, её надо решить. То есть, закрыть окончательно этот вопрос, но предоставить южно-русскому этносу своё представительство в… Я, кстати, не исключаю, что когда вот то, что мы сейчас… Мы… А почему мы не можем подумать наперёд, на 100 лет вперёд, до конца 21 века? Вот конец 21 века, Россия, значит, от Венеции, где Венеды жили, до Владивостока и Аляски, или там Форта Росс. И столица, почему бы не могла бы она находиться этой России в Киеве, да, или где-нибудь в Чернигове, между Москвой. Мы не сосредотачиваемся на Москве, да, только одной. Ну, то есть, южно-русский этнос получит, должен получить, вот с точки зрения гражданской войны в Китае, или там объединения китайских различных субэтносов, должен получить своё право, как и шанхайцы, например, получили право. Шанхайцы тоже говорят на своём шанхайском очень серьёзном специфичном диалекте, отличаясь, там было даже царство У, которое было независимым очень, ну, несколько сот лет, они должны получить своё право. Вот здесь мы будем использовать китайский опыт. Решающая битва за власть в Китае. Сможет ли Си Цзиньпин сломить американскую оппозицию в стране и бросить вызов США в битве за мировое лидерство? Как выстраивается союз России и Китая? Почему Си Цзиньпин развернул страну от США к России? Каково место Москвы в стратегии достижения глобального лидерства Пекина? Сложится ли большая двойка, как новый центр многополярного мира? Политическая эпидемия. Как 20 лет назад вирус SARS повлиял на смену власти в Китае? И почему эти события повторяются сегодня? Какова судьба организаторов локдаунов 2020-х годов? Сто лет противостояния армейской элиты и проамериканской группы комсомола в Китае. Тянь-Ань-Мэнь и первая попытка цветной революции в Китае. К чему ведет страну выходец из армии Си Цзиньпин? Какова реальная политическая и экономическая система Китая? Представляет ли китайская нация единый этнос? И как политическая теория о субэтнических элитах раскрывает скрытый механизм политической борьбы в Китае? Как региональные элиты определяют внутреннюю и внешнюю политику Китая? Как Китай воспользуется крымским сценарием, чтобы вернуть Тайвань? И почему Тайвань – это первый шаг к глобальному господству Китая? Важнейшие проблемы роста китайской экономики. Что мешает Китаю стать мировой державой и выдержит ли он глобальный экономический конфликт с США? Новая конституция КНР. Сможет ли правление Си Цзиньпина продлиться на следующие 15 лет? И как изменятся российско-китайские отношения за этот срок? 700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. Сотни полных биографий действующих китайских политиков, в которых структура действующей власти переплетается с их принадлежностью к политическим группировкам. Все это в книге Николая Вавилова «Китайская власть» – бестселлере, ставшим практическим пособием для руководителей России и ряда зарубежных стран. «Китайская власть» – лучший подарок руководителям системы государственной власти, крупным предпринимателям, нынешним и будущим, а также всем интересующимся объективной информацией о возвышающемся новом центре многополярного мира. Ссылка на книгу в описании ролика.